Дело детоубийцы передано в суд. Напомню, в октябре прошлого года жительница села Хилково Торбеевского района Наталья Эрзина родила ребенка в сарае и оставила его там умирать. В ходе допроса призналась, что это убийство уже третье. С подробностями Людмила Чикал. Дело серийной детоубийцы прокурор Торбеевского района Марат Яналеев курировал лично. Он рассказал, что в ходе следствия Наталья Эрзина говорила, что убивала младенцев неумышленно, но призналась, что эти беременности были для нее нежелательны, так как у нее уже есть двое сыновей. В настоящее время она уже имеет двоих детей 2006 и 2009 года рождения. В связи с этим, с учетом нестабильного материального положения, отсутствия достатка в семье, вот эти беременности для нее были нежелательны, поэтому таким образом она решила избавиться от своих детей. По делу проводилась психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Согласно заключению данной экспертизы, каких-либо расстройств здоровья, в том числе и психики, у обвиняемой Эрзиной не обнаружено. Это произошло 15 октября. Наталья Эрзина приехала из села Хилково в село Носакино, в дом своей матери. Пока та гостила у другой дочери в Рязани. И сама без помощи врачей родила ребенка, живого и здорового сына. Но перерезав пуповину, оставила его в тазу истекать кровью. А родным и знакомым сказала, что родила мертвого. Но соседи заподозрили неладно и сообщили в полицию. Они видели, как женщина приехала в их село беременная, а уехала без ребенка. Людям показалось странным, что ни похорон, ни акт о регистрации смерти, ни даже обращение в больницу за этим не последовало. И соседская бдительность не подвела. В ходе оперативной проверки правоохранители обнаружили труп младенца, пролежавший в тазу, в сарае, целую неделю. Эта новость шокировала всех. И в Носаково, где родилась и выросла Наталья Эрзина, и в Хилково, куда она с гражданским мужем и двумя детьми переехала год назад. Ужас. Шоки все на поселении у нас. Шок. Что случилось? Как? Чего? Кому ведь? Каким слухом? Не знаю. В ходе следствия выяснилось, что это преступление на счету Натальи Эрзиной уже третье за последние четыре года. 32-летняя женщина рожала детей каждые два года и оставляла их истекать кровью. А потом хоронила их на сельском кладбище. Вместе со своим сожителем Альбертом, которому тоже говорила, что дети рождались мертвыми. Но последнего младенца отнести на погост преступница не успела. Неравнодушие соседей помогло прервать череду жестоких убийств. Хотя прежде соседи и знакомые характеризовали Наталью Эрзину только с положительной стороны. Сестры и мать Натальи Эрзиной уверены, что во всем, что случилось, виноват гражданский муж Натальи Эрзиной Альберт. По их словам, мужчина ее бил и запрещал общаться с родственниками. Для этого предупредил, дрался с нашим родственником и сказал, что я ее не уничтожу. Теперь зетоубийце грозит тюремный срок и, скорее всего, лишение родительских прав. Сыновей у нее забрали и поместили в Ельниковский социально-реабилитационный центр. До решения суда. Санкция статьи 106 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание за совершение указанного преступления до 5 лет лишения свободы. А по совокупности трех преступлений Эрзину могут посадить на 7,5 лет. Но каким будет наказание для серийной убийцы младенцев, решит суд. Людмила Чекал, Павел Толобаев. Наши новости.